3 метра и 12 сантиметров настолько поднялся уровень воды в реке Миса в эти дни. В результате затоплены десятки домов в Кековском крае. Из-за наводнения некоторые люди даже не могут выйти из своего жилища, а полиция предлагает им эвакуацию. Виктория Пушкила-Ота отправилась в один из поселков, терпящих бедствия. Синоптики прогнозируют потопы на всей территории Латвии. Реки выходят из берегов. Драматичнее всего сегодня ситуация в поселке Дзерумен. В Кековской волосе здесь затоплены десятки домов. Все потому, что река Миса вышла из берегов. Ее уровень превышен на 3 метра 12 сантиметров. И синоптики говорят, что это еще не предел. Столь высокого уровня воды в Миссе в последние годы не было. Прошлый рекорд 3 метра 39 сантиметров был зарегистрирован во время сильных наводнений 12 лет назад. У меня уже как 2-3 мы наблюдаем довольно сильное повышение уровня воды в Миссе. Есть жители, которые не могут выбраться из своего жилища, но поддерживают с нами контакт. Если ситуация, конечно, ухудшится, будем помогать. Если нет, то пока они отказываются бросить свое жилище, эвакуироваться. Так как, как они сами утверждают, есть запас еды, воды, всего необходимого. Ну и, соответственно, ждут, когда этот уровень все-таки спадет. Полиции говорят, что в Дзеруме много дачных кооперативов и часто люди приезжают сюда лишь летом. Но есть и те, кто живет здесь круглый год. За помощью пока обратились 4 семьи. На данный момент, если необходимо переселение людей, есть у самоправления помещение соответствующее. И, значит, в принципе, вся информация тоже тем людям, которые живут здесь на месте. Мы производим регулярный мониторинг и проверяем, не нужна ли какая-то помощь. Подвал затопило и в доме Сергея. Со своей супругой он живет здесь уже почти 40 лет. Вода стоит. Там же картошку нельзя достать. Здесь живем мы постоянно. Но что сказать, тут зависит все от мелирации несовершенной, потому что вода эта не стекает. Как часто такие потопы здесь случаются? Ну, в принципе, каждый раз весной. Но не такие сильные. Сейчас более-менее уже такое сильное наводнение считается. А вот Анна живет в Дзеруме всего несколько месяцев. Вместе с супругом они купили здесь дом в сентябре прошлого года. О возможных наводнениях их никто не предупреждал. Не застали прошлое. И, как говорят, это вот, наверное, такое, лет 10 назад было такое же наводнение. Ну, скажем так, это не смертельно, немножко страшно. У меня просто сейчас мужа нет на месте, он в рейсе. Вот. И мы вдвоем с дочерью, ну, как-то справляемся. Из-за наводнения на реке Миса Кековское самоуправление призывает к осторожности не только жителей Дзеруме, но и поселков Плаканцемс и Янчи. А синоптики говорят, что уровень воды скоро повысится и в других реках и озерах Латвии. Стоит готовиться к самым масштабным наводнениям за последние 10 лет. Виктория Пушкила-Отта, Харал Светсвагерс, РУС ЛСМ.